Сегодня врачи подтвердили факт укуса жителя региона ядовитым пауком. По данным ведомства, 56-летний мужчина, житель Федоровского района. Сразу после укуса Каракурта он обратился за помощью в больницу. Это первый случай в регионе укуса так называемой черной вдовы. Место обитания паука – южные регионы. Но о том, что он может мигрировать к нам в область, специалисты сообщили еще на прошлой неделе. В Волгограде же с такой напастью столкнулись гораздо раньше. Там от укуса паука госпитализированы в лечебные учреждения десятки человек. Еще больше пострадавших в Казахстане. Укус черной вдовы сложно не заметить. Уже через час яд распространяется по лимфатической системе жертвы. В случае, если у укушенного человека ослаблен иммунитет, смерть может наступить в течение нескольких часов. Но обычно, говорят медики, до летального исхода есть неделя. Просто не нужно ждать, когда яд начнет разрушать внутренние органы, а обратиться к врачу. Пострадавшему жителю нашего региона именно это и помогло. Пациент почувствовал момент укуса, самостоятельно среагировал правильно, поймал этого паука, посадил в баночку, привез. Паук направлен в биологическую лабораторию на экспертизу для установления вида паука. Здесь у нас получал посимптомную терапию адекватную, довольно-таки успешно. У пациента все хорошо. Сегодня отпускаем домой. Тем временем, противоядия от укуса черной вдовы в регионе нет. А потому медики советуют лишь не затягивать с обращением за помощью к специалистам. И еще поменьше гулять на природе. А если похода на свежем воздухе не избежать, то нужно подобрать одежду, полностью закрывающую все участки тела. Продолжение следует...